Занимался футболом, получается, с 7 лет. С детства, когда начинал заниматься, мечта была футболистом стать. Поступил на отчинное отделение спорфака в ЛГУ. И в 2019 году пришла повестка, и я перевелся на заочное отделение и ушел служить. Буквально месяц после службы, на срочную еще, я уже понял, что буду заключать контракт. Мне это понравилось. И, можно сказать, да, армия воспитала во мне настоящего мужчину. Во-первых, это спорт, и занятия интересные. Внимая подготовка, тактическая подготовка. Сын прослужил 4 месяца и подписал контракт. Отреагировала положительно, потому что у нас папа, и по стопам. Но по-другому не могли. Я прослужил в системе МВД, получается. Выбрал такой путь, потому что хотел помогать людям, государству своему служить. Родину надо защищать. Семью. Он у нас такой ответственный, добрый мальчик, целеустремленный. Это его. Отец никогда не настаивал на службу в армии. Это я пришел сам к этому. А так, конечно, отец очень рад, что пошел служить и стал таким человеком. Безусловно. Я даже горд за то, что сын идет, наконец, свой путь проходит. Но все-таки по стопам, можно сказать, по моему идет, да. Не жалеешь, что я сделал такой вопрос? Вообще никак. Наоборот, только в каких-то моментах даже берет гордость того, что я заключил контракт и прохожу службу в армию. Первый раз в армию идешь, там много слуха, что там дедовщина, это все очень негативно, нет службы. И все, ну, процентов 70 друзей так и были настроены, что зачем ты туда идешь, не надо. Вот, ну, как бы я пошел и могу сказать то, что нету сейчас такого, как вот говорят, там дедовщина. У нас, по крайней мере, в подразделении все четко. И наоборот, все там как брат за братом, все друг другу помогают в любой ситуации. Даже вне зависимости от службы, может какие-то лишние проблемы, все равно все помогают друг другу. То есть это такое боевое братство, да? Так и есть, да, это вот мой коллектив, это вторая семья моя. Во время СВО мы проводим время больше на работе, чем дома. Поэтому мы там, конечно, горой друг за друга. Семья так распорядилась, что он с первых дней СВО оказался в зоне боевых действий. Это не передать словами, безусловно, это, наверное, самое тяжелое время, которое было в моей жизни. Тяжело, морально, физически, эмоционально. А писать было невозможно, наверное, все, и шок, и гордость. Ну, это очень тяжело. Ребенок на СВО, он у нас в отряде самый маленький по возрасту. Постоянный стресс, ну, постоянно на телефоне, постоянно звонишь, узнаешь, как, что. Часть, с ним-то связи нет. Нельзя было распространяться, и, как бы, до этого просто сказал, что на учении там связи не будет, несколько дней потом выйду, но там моменты не так сложились. И, ну, первое, как я узнал, сообщили уже с подразделения моего непосредственно домой, и начали писать письма. Первое письмо я написал, что все хорошо, все нормально, и потом прислала жена, там сразу письма от мамы, от папы, от брата, ну, от всей семьи. Приятно, вот просто, когда дети со школы, да, там разных классов, от первого до одиннадцатого, целыми пачками, там присылают письма, присылают какие-то сувениры, сделанные своими руками, ну, прям за душу трогают очень сильно. Понимаешь, что не зря. Да. Вот мы, когда первый раз вывелись оттуда у нас, встретили нас, они тоже там, принесли письма детей. И мы вот там целую ночь не спали, мы их, правда, читали, там, очень трогало, даже слезы пробивало. И мы на каждом письме расписывались и подписывали, там, от российского солдата, и сказали, что эти письма должны обратно передать детям. Ты за брата переживаешь за своего? Да. А гордись им? Да? А когда он приезжает, ты первая бежишь ему на встречу? И что ты ему говоришь? Колька, иди сюда, сама прикрывай. Молодец. Он в составе подразделения специального назначения Министерства обороны, одно из элитных подразделений, участвовал в самых сложных операциях, проявил себя очень мужественно, вот, и за это был награжден очень высокая государственная награда в орденном мужестве. Получается, да, награда достаточно высокая, это орден мужества. Нашей группе была поставлена задача от вышестоящего руководства, вот, и в ходе выполнения задачи мы ее выполнили, так как надо было, и группа вернулась без потерь и без раненых. Ну, я так понимаю, задача была довольно сложная, да? Да, совсем, ну, вообще не из простых. Может, даже когда нам ее уставили, мы думали, что, ну, как ее вообще возможно выполнить. Ну, благодаря нашим умным командирам они все сделали так, и мы ее выполнили, и группа вернулась и без потерь. Когда вручили, жена меня на парковке ждала возле подразделения, она поздравила, и сразу вот родителям фотографию скинул, что он, наконец-то, получил эту награду. Прямо переполняли эмоции. Это очень приятно, но самая главная у нас задача выполнить задачу там, и все, чтобы вернулись домой живыми и целыми. Все, муж решил и сказал, если Коля пойдет, значит, и я пойду. Вот он пошел. Я тоже посчитал, что мне тоже необходимо быть с ним. И вы вместе запашили? Да, мы вместе с ним в одном подразделении, в одной группе провели подготовку, укомплектовались и убыли зону боевых действий. Зону боевых действий мы провели время с декабря месяца 2022 года по март 2023 года. Очень гордость зашкалила, потому что, как бы, отец, я. Ну, это, можно сказать, намного тяжелее, потому что он всегда переживает за меня, я за него. И когда мы по-разному выполняли задачи, то есть он где-то отдыхал там, я выполнял, или наоборот, это, конечно, не передать, всегда переживаешь, потому что знаешь, что там может случиться в любой момент. Поэтому непросто было. После выполнения задач наше подразделение было выведено в зону боевых действий. Мой контракт, краткосрочный, который я заключал, он закончился, я убыл к месту жительства. Сын мой после отпуска, предоставленного ему Министерством обороны, сейчас приступил к подготовке к новой командировке. Я просила, говорю, может, уже хватит, надо остаться все-таки. Нет. Сказал, надо. Он мужчина, он принимает решения. Мы только всегда будем поддерживать, всегда вместе будем. Он знает, что я также буду ждать и помогать, поэтому вопрос закрыт. Конечно, она не хочет, чтобы больше я туда ездил, но пока все не закончится, будем работать там. Все мое подразделение полностью так заряжено, и только до победы, до конца будем выполнять задачи там. Безусловно, это гордость, радость за то, что у меня такой муж, за то, что выбрал меня, и я могу дать свою поддержку и опору ему в трудный момент. Она меня всегда поддерживает. Она непосредственно принимает участие в организации, там, группы семейной, да, где семья, там, жены, матеря у моих сослуживцев. Они отсылают всегда нам посылки, письма, какие-то слова поддержки. Ну, можно сказать, работает в этой... То есть такой надежный тыл, да? Да, да. Наша задача – ждать. Мы помогаем ребятам, мы собираем гуманиторную помощь. Все люди, с кем я служу, все мои товарищи, у нас как бы у всех, можно сказать, мотив один. Все гордятся тем, что служат, все только за. Да, и также готовимся, все время усовершенствуем свои навыки и будем работать дальше. Он так и говорит, мам, спи спокойно, не надо ничего, все хорошо. Все нормально, все работает. Вот всегда, вот знаете, все хорошо, все хорошо, что не позвонишь, всегда все хорошо. Это наша гордость, нашей семье, вот, очень сильно мы им гордимся, он наш герой. Поэтому, да, гордость за него воспитываем. Слезы, гордость, что ребенок такой. А если бы еще раз сначала, то бы, знаете, все пошла? Пошла бы. Почему? Потому что люблю. Потому что мы уже маленькая, но семья. И дальше только вместе, рука в об руку. Мы служим просто, можно сказать, за идею нашего государства. Чтобы в наших домах, на нашей земле не было такого, что сейчас происходит там. Потому что, конечно, мы вот еще ваш услуга. И самое главное, в таком виде. Да. Потому что,私 кого сейчас находится, я тоже.